Близится 23 февраля. Вся Россия в этот вторник будет отмечать День защитника Отечества. Праздник, который является символом особой признательности воинам всех поколений за проявленные мужество и героизм. Благодарности всем тем, кто защищает нашу родину, живет и труится ради ее процветания. А для жителей Твери, города воинской славы, День защитника Отечества – это дата, которая еще раз напоминает особенно молодому поколению, какую важную роль сыграл наш город в освобождении Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Это праздник еще и тех, кто знает, что такое офицерская честь и военная служба. Предан ей до конца. 30 июня 2020 года. Торжественное открытие мемориала советскому солдату в Ржевском районе. На кадрах президент России Владимир Путин, губернатор Тверской области Игорь Руденя. В центре внимания участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. Именно Иван Евгеньевич был не только почетным гостем на церемонии открытия мемориального комплекса, но и одним из инициаторов строительства этого памятника. У меня сложилось изумительно хорошее впечатление о том, что сам президент, он с такой нежностью, добротой выступил. Он даже сказал, что на этой земле, на этом кусочке земли отдали свою жизнь, или были ранены, или где-то, как и другие судьбы сложились у них. Один миллион триста тысяч человек. Один миллион триста тысяч человек. Ведь были разные мнения, где поставить этот памятник. И вот благодаря нашему руководству, благодаря нашему губернатору, нашему губернатору Игорю Михайловичу, это в памяти поставили именно во Ржеве, в той точке, где нужно было поставить его. Эта встреча с президентом стала для Ивана Евгеньевича второй. Впервые с российским лидером ветерану удалось пообщаться в 2015 году на вручении государственных наград в Москве. Церемонию открытия Ржевского мемориала венчало общее фотографирование. Иван Кладкевич оказался в этот момент рядом с Владимиром Путиным. Фотограф запечатлел, как ветеран взял президента под руку. Это чувство безмерное чувство. Человеческие. Просто сугубо человеческие чувства. Сегодня, несмотря на все сложности, в том числе связанные и с эпидемиологической обстановкой в стране, Иван Евгеньевич продолжает работать, пишет статьи, готовится ко встречам с молодежью, часто посещает школы. 45 минут. Дети слушали меня с открытыми ртами. В преддверии Дня защитника Отечества наш Медиахолдинг вместе с партнерами поздравляет Ивана Евгеньевича с праздником. Желает крепкого здоровья и долгих лет жизни. Медиахолдинг Тверской проспект в преддверии 23 февраля дарит вам подарочный сертификат ресторана «Панорама». В самом высоком здании города, бизнес-центр Тверь, у вас будет возможность поужинать с помощью этого сертификата в ресторане «Панорама». Ресторан «Панорама» находится в самом высоком здании города, в бизнес-центре Тверь, на Смоленском, 29. Подарочный сертификат дает возможность Ивану Евгеньевичу насладиться уникальными видами города и блюдами от лучших шеф-поваров. Отметим, что этот подарок не единственный, который получил Иван Евгеньевич Кладкевич. От нашего партнера больницы «Пирогова» ветеран получил сертификат на посещение лучших врачей медицинского учреждения. Кроме того, руководство больницы через нашу съемочную группу передает Ивану Кладкевичу и всем защитникам Отечества самые теплые слова в преддверии праздника. Руководство и коллектив больницы «Пирогова» поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Ивана Евгеньевича с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества, 23 февраля. И, конечно, поздравляю всех мужчин с этим наступающим праздником. Желаем вам мира, чистого неба, крепкого здоровья. И со своей стороны гарантируем и обещаем, что будем хранить ваше здоровье так же, как вы бережете наш покой. Честь Отечества и его защитникам приходилось отстаивать в том числе и за рубежом. Среди наших земляков есть герои, чья судьба неразрывно связана с афганской войной. События 32-летней давности еще долго будут волновать ученых, историков, политиков, гражданское общество. Но ясно одно – воины-афганцы, уроженцы Тверской области всегда будут пользоваться особым уважением и почетом. В этом уверен и еще один герой нашего сюжета – Андрей Браславский, участник войны в Афганистане. Для многих людей, которые нашего поколения, чуть постарше, чем нынешние, несколько всего по-другому. И воспитание было другое, и культура была. Мы преподносили эти праздники несколько по-другому, и у нас это на подкорке-то забилось. Я считаю, что все наши, кто и нашего поколения, и в нашем союзе, неважно какого мы возраста, мы все равно встанем. Если вдруг понадобится, мы встанем в любом случае на защиту. Уникальный багаж знаний и опыта воинов-афганцев востребованы в наши дни, в том числе и в работе по воспитанию молодежи в духе патриотизма, гражданственности и бескорыстного служения России. Андрей Браславский регулярно проводит экскурсии и тематические лекции в школах города, знакомит молодых юношей с тем, что такое профессия военного. В преддверии Дня защитника Отечества Андрей также получил подарки от медиахолдинга Тверской проспект и его партнеров. Единый центр Трейд-ин передал ветерану-афганцу пакет сувенирной продукцией. Единый центр Трейд-ин Кривцова – это новый современный двухэтажный шоурум. Для вас большой выбор автомобилей с пробегом от эконом до бизнес-класса. Услуги по их продаже, комиссии, обмену и ремонту. Продажа автомобилей в кредит, в том числе без первоначального взноса. Бесплатная предварительная оценка, возможность предварительного индивидуального заказа на желаемую модель автомобиля. Комфортные зоны отдыха, квалифицированный персонал, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также гибкая система скидок. Дорогие мужчины, автосалон Единый центр Трейд-ин Кривцова поздравляет вас с Днем Защитника Отечества. Желаем силы, мужества, отваги. Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок достойным, каждое слово твердым. Будьте здоровыми, любимыми и непобедимыми. Это еще не все. Еще один партнер медиахолдинга Тверской проспект, сеть магазинов Абсолют, дарит вам сертификат подарочный, который вы можете использовать в одном из магазинов Абсолют, это Тверской проспект 3, торговый центр Семь морей, и Тверской проспект 15, модный квартал. Также в преддверии праздника партнер нашего медиахолдинга, компания Автотехцентр Евросервис, подготовил для Андрея Брославского вот такой подарок. Автотехцентр Евросервис. Это заботливый сервис о вашем автомобиле. Евросервис с особым вниманием относится не только к вашему автомобилю, но и ко времени его владельца. Провести диагностику или устранить неисправность чаще всего удается в самые короткие сроки. В автосервисе вам предложат полный комплект автоуслуг. От диагностики и замены технических жидкостей до сложного ремонта двигателей и кузовных работ. Евросервис – это целая команда профессионалов для вашего автомобиля. У молодого поколения люди в погонах сегодня пользуются особым уважением. И даже если военная карьера закончена, офицеры всегда будут служить своему народу, передавать опыт молодому поколению. Эта преемственность на сегодняшний день как никогда важна, когда Россия наращивает свою мощь и укрепляет свое положение на международной арене. А вот какая молодежь растет в Твери на смену старшему поколению, мы расскажем буквально через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин